Заэкономис заполучила план наступления РФ на Харьковщине. Операция планировалась на 15-16 мая, но по неизвестным причинам была перенесена почти на неделю. Армия РФ пошла в атаку в Харьковской области 10 мая. Так, россияне наметили две оси наступления по обе стороны Печенежского водохранилища. Наступление по западной оси должно было в течение 72 часов вывести российские войска на расстояние артиллерийского выстрела от города Харькова в районе села Борщевая. Однако продвижение врага остановило быстро переброшенная группировка из элитной 92-й бригады. Бойцы подвинули россиян на целых 10 километров от первоначальной цели. На восточной оси план россиян заключался в том, чтобы прорваться через Волчанск до населённого пункта Печенеги. Сейчас темпы продвижения россиян замедлились. При готовности примерно 48 тысяч военнослужащих у России нет сил для крупного наступления на Харьков. Но украинские военные лидеры подчеркивают, что ситуация остаётся нестабильной и может быстро измениться. Российский диктатор Владимир Путин наверняка попытает счастье, начав новое наступление на другом участке и судить о конечных целях российской операции ещё рано. На днях Путин заверял, что его единственная цель – создание буферной зоны между Украиной и приграничным Белгородом, настаивая на том, что нет никакого плана угрожать самому Харькову. Но это скорее отражает реалии на поле боя, чем реальные намерения, считают журналисты. Наступление на Харьковщину стало сигналом о том, что США пора оказать помощь Украине в нанесении ударов по базам в России. Об этом заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. «Я думаю, что время для этого пришло, потому что Россия явно обострила эту войну, включая атаки на Харьков. Поэтому я думаю, что настало время предоставить украинцам больше помощи в нанесении ударов по этим базам внутри России». Сейчас силы обороны контролируют Волчанск Харьковской области на 60%. Такое заявление днём в понедельник 20 мая сделал заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха. По его словам, враг не оставляет попыток вытеснить украинские войска из города. Глава Харьковской области Алексей Негубов отметил, что линия фронта на севере Харьковской области стабилизирована. В Волчанске идут бои, противостояние продолжается едва ли не за каждую улицу. В Москве участились пожары в торговых центрах и ресторанах. Так, утром 21 мая горел торговый центр «Гран-Плюс» на улице Плещеева в Биберево. Предварительно возгорание началось в магазине. На месте работали сотрудники оперативных служб, писал телеграм-канал «База». Площадь возгорания – 30 квадратных метров. Пожар был локализирован, пострадавших нет. «В Люблино, вон, возле ТЦ «Москва». Полыхает какое-то здание». А это кадры пожара, снятые очевидцами в московском районе Люблино. По данным Шот, горел ресторан и банкетный зал «Ашким» на Краснодарской улице. Площадь – 200 квадратов. У здания частично обрушилась кровля. Из ресторана самостоятельно вышли сотрудники и посетители. Всего 12 человек. На месте работали экстренные службы. Пожар был локализирован на площади 350 квадратных метров. Кроме того, 20 мая пришлось эвакуировать ТЦ «Зеленопарк» в Зеленограде Московской области. Посетители попросили покинуть здание. На место приехали сотрудники полиции и пожарные. Жарко и в Белгороде. В сети публикуют кадры черного дыма в районе склада с топливом. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона в Вознесенске. Там горели ангары с топливом. Сейчас пожар потушен. Эта техника должна быть в музее, но россияне штурмуют на ней позиции ВСУ. Когда 70-летний российский БТР-50 атакует украинские войска, это плохая новость для всей российской машины, пишет издание Форбс. БТР-50 – самая старая машина, которую российская армия отправила в прямое наступление в Украине. Отмечается, что Кремль начал снимать БТР-50 с открытого хранения в начале 2023 года. Тралы со старыми БТРами заметили на временно оккупированных территориях Украины. И это свидетельствует о том, что дела у армии РФ плохи. БТР-50 – настолько старая боевая машина, насколько это возможно, если не брать её прямо из музея. И защищена она лишь немного лучше, чем тележка для гольфа. Из-за огромных потерь в технике россияне начали бросать в штурмы и китайские гольфкары ещё осенью 2023 года. Эти тележки Шойгу показал Путину во время визита в Ростов-на-Дону. Их применяют оккупанты для доставки пехоты вместо защищённых БМП. Военные аналитики уже окрестили тележки для гольфа гробами на колёсах. А уже к апрелю 2024 года армия Путина докатилась до штурмов на мотоциклах. Видео таких атак появились в сети. Более того, у России начались проблемы с поставками оружия от Ирана. Об этом сообщает телеграм-канал Кремлёвская табакерка со ссылкой на источники в Минобороны РФ. Согласно инсайду силового ведомства, иранская сторона приостановила поставки в связи с гибелью президента Рейси. Ил-76 с вооружением не вылетел из этой страны в ожидаемое время. В Минобороны РФ надеются, что после церемонии прощания с Рейси и другими погибшими, высокопоставленными чиновниками, Иран возобновит поставки вооружения в РФ согласно достигнутым ранее соглашениям. Во вторник, 21 мая, в Иране начали церемонии прощания с погибшим в авиакатастрофе президентом Ибрагимом Рейси. Десятки тысяч иранцев пришли проститься с главой государства и ещё рядом чиновников, которые погибли вместе с ним. Это не последний из запланированных церемоний, ведь само погребение президента состоится лишь вечером 23 мая. Ранее сообщалось, что 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан, вертолёт на борту которого находился президент страны Ибрагим Рейси, потерпел крушение. Борт полностью сгорел после падения в горах. В результате все пассажиры погибли. Согласно результатам предварительного расследования, вертолёт президента Ирана либо не имел транспондера, либо он был выключен. Об этом сообщил министр транспорта Турции Абдул-Кадир Уралоглу, пишет The Guardian. Чиновник подчеркнул, что после получения сообщения о катастрофе турецкие власти проверили наличие сигнала от транспондера вертолёта, устройство которое передаёт информацию о высоте и местонахождении воздушного судна, но турки сигнал не обнаружили. Тем временем в Иране объявлено пять дней траура, а выборы преемника Рейси пройдут в конце июня. В российском Ростове-на-Дону возле аварийного дома произошли беспорядки. Там уже как четыре месяца рухнула стена первого подъезда пятиэтажки. Людей эвакуировали. Ранее жильцы просили власти разрешить забрать личные вещи, которые остались в квартирах. Они даже предприняли попытку самостоятельно войти в здание. После этого власти отдали приказ заварить двери в подъездах. В итоге 20 мая жильцы предприняли новую попытку проникнуть в свои квартиры. Люди кричали, что жильё у них незаконно забрали и пытались снести ограждение. Местным жителям всё же удалось прорвать оборону. После чего они выбили окна, попали в квартиры и начали выносить свои вещи, скидывая их через окно. Тем временем на место происшествия приехал замглавы администрации Ростова по вопросам ЧС Алексей Потешкин. Чиновник кратко заявил, что штурм незаконный, участникам грозит ответственность и быстро отошёл от протестующих. Жильцы нашли, что ответить на угрозы властей. Они заявили, что много раз просили помочь забрать вещи, но толку не было. Местные также заявили, что они не в последний раз штурмуют свои квартиры. Я сказала, я вынесу свои шмотки полностью. Вы мне их туда не завозили и не покупали. Отметим, ещё в 2020 году дом признали аварийным, но никого так и не расселили до обрушения. В России арестовали бывшего командующего 58-й армии генерала Ивана Попова. Его обвиняют в незаконной продаже металлоконструкции стоимостью около 100 миллионов рублей, предназначенных для строительства линии обороны на фронте. По версии следствия, Попов и двое его сообщников, предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа продали несколько тысяч тонн металла. Бывшие командующие 58-й армии, а ныне депутаты Госдумы Андрей Картополов и Андрей Гурулёв подтвердили телеграм-каналу «Шот» арест Ивана Попова, но подробности приводить отказались, заявив, что не комментируют действия правоохранительных органов. «У меня есть информация, что действительно заключён по стражу, но всё остальное – это компетенции соответствующих трудов». «Мы тоже видели, но мы не комментируем этот вопрос, потому что мы не в теме». Тем временем Росми сообщает, что 35-й гарнизонный военный суд подтвердил факт ареста бывшего командующего 58-й армии Российской Федерации Ивана Попова по делу о мошенничестве. Затем арест экскомандующего прокомментировал адвокат генерала Ивана Попова Сергей Буйновский. «Он ни в чём не виноват. Обвинения не выдвинули ему». 49-летний Попов стал известен в июле 2023 года, когда его уволили с должности командующего через несколько месяцев после назначения. Из-за того, что у Попова возникла конфликтная ситуация с тогда ещё министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу после доклада бывшего командующего 58-й армии о необходимости ротации в акупационных войсках. Тогда глава российского генштаба Валерий Герасимов назвал Попова паникёром. Тот в ответ обвинил военное командование Российской Федерации в предательстве армии. Напомним, неделю назад в России задержали начальника главного управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова. А в апреле заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова